Приветствую всех любителей диаблоподобных игр, с вами канал Мир ММО Игр, и сегодня мы продолжим играть в игру Аста Поч. Я, кстати, мы уже с вами нам показывали вам в первых сериях, что это за игрушка, как там начинаешь играть, прокачиваться и так далее. Но я вот вне стрима наиграл где-то в игру около 30 с плюсом часов, и, можно сказать, прошел кампанию, дошел до хай-энда. А теперь, учитывая, что максимальный левел в игре сотый, у меня 73-й уже, как бы, персонаж докачан, паладин, я думаю, расскажу немножко об игре, что вас ждет в конце, потому что многим может быть интересно, что да как, что нужно делать на хай-энде, потому что многие этого не знали, мы вам не могли об этом рассказать до того момента, пока сами не прокачались, потому что выдумывать не хотелось, а теперь будем наглядно показывать. Итак, вкратце по эрам, что вообще произошло и что за игрушка, давайте с самого начала начну, чтобы сразу было понятно и тем ребятам, кто эту игру впервые видит, и тем, кто уже видел на канале эту игру в наших предыдущих стримах. В общем, эта игрушка была, я так понимаю, деньги собирали на нее сами же люди, в том плане на Kickstarter или типа подобном сервисе, были деньги собраны. Данная игрушка доступна в Steam, она платная, раз покупаете и играете, вот эти недавно из таких новшеств, что появились, это заработал мировой чат, то есть в том плане сейчас можно общаться с друзьями, в ближайшее время должно выпустить уже мультиплеер, чтобы можно было делать не самому, а с другими ребятами в игре. Что касается прокачки, в общем, я прошел все карты, которые были сверху доступны, вот видите, тут есть пару точек, я пока что не знаю, кто попасть, но там по теории можно как-то попасть. Но я прошел Эру Руин, прошел Эру Имперскую, вот видите, тут карта как бы она такая довольно длинная, вас кидает с одной стороны в другую, я прошел Дивайн Эру, которая была доступна, и Ансент Эра, она пока что вот на данный момент как бы закрыта, по сути есть только два портала в Ансент Эре, которые я открыл, и тут пока мы еще даже три портала, и там походу я пока не бегал, ничего больше так не исследовал. Но вначале вы качаетесь где-то до 50-го левела, до 55-го, проходите основные такие вот сюжетные задания, пока не убьете Лагана. Лаган это огромный такой краб, короче, которого вы убиваете, и после этого, можно сказать, вы завершили сюжетную линию, и вы перемещаетесь в End of Time. End of Time это конец времени, как раз та фишка, где вы будете провести большую часть времени в хэнде. Я еще до самого-самого-самого конца не дошел, но это хэн-контент, где вы убьете огромное количество времени, наверное, возможно, уже больше, чем убили времени в компании. Итак, как это работает? Смотрите, вы появляетесь в End of Time, вот в этом месте, после чего вам нужно идти вот в Monolith of Fate по дороге, вы проходите по этой дороге. Здесь у вас есть огромное количество островков, то есть вы бежите, и это у нас первый остров. Первый остров, чувствую, на него нужно идти тогда, когда вы там достигли хотя бы левела 45-го, 50-го, убили Лагана, и у вас появляется портал. Порталы, это такие вот странные штукенцы, видите, от портал 55-го уровня показывают, и у вас есть выбор, куда вы пойдете. То же самое, очень похожая механика на Pass of Exile, у нас, видите, есть выбор, что в этом эхо враги будут лечиться, если получали недавно урон. И если выбираем данный модификатор на карту, то мобы получают увеличенное количество, на 10% больше шанс дропа редких вещей, и на 6% больше получения опыта. Либо выбираем этот бонус, в этом эхо редкие враги будут шанс увеличен на 40% передатки, короче, их способностей. И, грубо говоря, вы выходите на такие задания, пока у меня выпадает квест. Вы проходите эти квесты, и в конечном итоге, когда вы прошли вроде бы 2 или 3 квеста, у вас появляется выбор, что вы можете открыть либо левый, либо правый путь. Как бы на более следующий, более лучший, скажем, портал. Я вам, может, сегодня даже покажу, как оно работает наглядно. Так вот, я, по сути, 55-й контент прошел, но в чем фишка? Когда вы проходите именно портал, у вас даются рандомно бонусы на выбор. Видите, у меня вот, я выбрал бонус, что шанс дропа редких вещей на 11% выше. Этот бонус работает полностью на вашего персонажа. То есть, когда я прошел 55-й портал, скажем, полную серию порталов, я получил бонус на увеличенный дроп вещей. Когда прошел 65-й портал, я получил бонус на 38% сопротивления войд урону, то есть пустотному кому-то урону. На 75-м уровне я получил бонус 73% реген здоровья. На самом деле, там дают вам три бонуса на выбор, а вы выбираете один из них. Так вот, на данный момент мой герой 72-й левел, вроде бы, да, 73-й левел. И мы проходим порталы 83-го левела. Сейчас я более подробно покажу, как эти порталы выглядят, и как они вообще скалируются, и в чем сложность данных порталов. Ну, если честно, скажу так, что на самом деле, сложности, как таковой, не было, потому что, ну, у меня, меня убили всего, вроде бы, раз или два за все время. Пока я проходил это, знаете, я просто был настолько наглый, что в массовиках оставался, которые долго кастуются, и полагал, что я танкую, выживу, и проблем не будет. Итак, это 75-й, мне дальше нужно идти. Сейчас мы открываем контент 90-х левелов. Я пытаюсь открыть на своем персонаже. Лаван, по идее, еще так далеко не дошел. Я спрашиваю, Дима, будет стрим ли по хан-шоу-дауну? Может, и будет, но, ребят, вы, честно говоря, хан-шоу-даун вот на ютубе не сильно смотрите, поэтому мы пока что его стали реже показывать, потому что, ну, если вам не так интересно, то и упор делать смысл нет. Итак, вот, смотрите, например, сейчас я прохожу локации 85-го уровня, и здесь есть уровень эхо. То есть я уже 16 локаций прошел, видите, вот сколько бонусов. Тут, когда мы выбираем уже более высокоуровневые порталы, вот выбор, у нас выходит, что на 6 следующих открытых порталах, которые мы откроем, будет бонус дополнительный, допустим, 94% шанс Шред Армор. То есть, не знаю, что Шред Армор делает на самом деле, параметры, но это мобы получат такой бонус. Но если я выберу эту модификацию, то я получу дополнительно 24% дропа, уже к суммарному полученному, и 14% дот-опыта. Ну, я зачастую вообще даже не смотрю на эти дебафы, может и надо смотреть, но я не смотрю, я просто выбираю сразу дебаф, смотрю, где больше циферки на количество опыта, потому что я пытаюсь прокачивать персонажа быстрее, поэтому мне интересует опыт, а дроп вещей не так интересен. Ну, давайте сейчас побегаем, пройдем пару таких порталов, а потом я уже дальше расскажу, что там с вещами, что да как, с параметрами, что за классы я выбрал, как бы, куда пошел на прокачку. Опять же, напомню, я не очень хороший игрок в эту игру, я сам так и разбираюсь, и просто вот как раз делюсь информацией, которую узнал в этой игре о high-end контенте, потому что в таких играх, как Diablo 3, Path of Exile и прочие подобные гринделки, самая важная штука это, что вы будете делать в конце, именно когда будете уже подходить к капу, к максимальному левелу. Итак, ну как будет, интересный контент или неинтересный. Но, первый минус, который я вот в Last of Potch заметил, что есть проблемы, говорят ребята, что после последнего патча эти проблемы появились с оптимизацией, то есть неважно, у вас карточка 30-80, 30-90, там 50-90 с будущего, у игры есть проблема в том, что, я пока играю на максималках, но когда вы играете долго, допустим, там час-два, либо у вас, когда там уже много модификаторов на карте, а порой появляются подвесоны, в том плане, что именно FPS вроде бы нормально идёт, но потом какие-то мобы появляются, и у вас жуткий дроп происходит FPS. И поэтому это неиграбельно, и по идее решится следующими патчами, но не железом. Так вот, что мы делаем, давайте я расскажу более подробно. Мы вот пошли в эхо. Эхо, на самом деле, эти порталы, тут задания довольно короткие. То есть, типа, тут не нужно бегать полчаса, чтобы пройти одно эхо, один портал. Тут порталы, если вы пробегаете, скажем, быстро, в правильные места, находите сразу ключевое место, то портал закрывается буквально, может, можно закрыть его даже за минуту. То есть, тут даже быстрее, чем в Path of Sile порталы закрываются. Итак. Опа. Что-то выпало. Ну, дворучка мне не нужна. Вот, смотрите, мы закрыли портал, потому что нам мега повезло. Мы сразу нашли, типа, ключевую вещь. Так, заходим в портал. Спрашиваете ли, есть ли в игре сюжетка? Да, в игре сюжетка есть. И она довольно короткая. Сейчас, смотрите, чтобы пройти хай-энд контент, нам нужно открыть 10 временных таких порталов. Далее будет Empowered timeline. То есть, какие-то усиленные порталы. Я еще не знаю, что за порталы. Мы туда не доходили. Я закончил 3 монолита из 20. По теории будет 10 обычных таймлайнов и 10 усиленных. И каждый таймлайн будет иметь бонус, который дает баф навсегда вашему герою. То есть, как вы можете понять, видите, здесь написано, что мощность моего бонуса 32% из максимально возможного. То есть, по теории, можно было бы гораздо сильнее бонус выбить, но вам придется заново перепроходить этот портал и убивать босса. И плюс есть разветвление. Видите, вот дорогу я выбираю. Вот смотрите, блин. По карте вам покажу. Видите, вот я пошел по этой стороне. По теории можно прыгать сюда, сюда, там идти сюда и так далее. Я еще не совсем понял, как выбирается правильный путь, но мы, думаю, разберемся с вами в дальнейшем. А давайте продадим вещи и вообще посмотрим, что за градация вещей существует в игре. Не так. Что такое фиолетовые вещи? Фиолетовые вещи это те же самые, можно сказать, желтые вещи, либо синие вещи. Но разница в том, что у них есть один параметр, который более высокого левела. Т6 левел, видите? Вот. То есть, типа, когда вот генерится на вещи Т6, левелок это означает, то есть вы когда крафтите предметы сами, сейчас покажу вам крафт, допустим, давайте. Я посмотрю, или могу считая закрафтить. Это поломанная у меня вещь. Поломал я эту вещь. Так. Это тоже поломано. Вот эта вещь не поломана. Ее можно прокачать. На самом деле, она говняная, я ее буду менять. Но давайте вот ради прикола покажу вам. Видите? У меня Т5 уровень бонуса Physical Resist. То есть Т6 уровень саму нельзя накинуть через кузницу на данный момент мне. Но фиолетовые вещи, они получают сразу, вот видите, градацию Т6 улучшения. То есть, грубо говоря, у нас вещь получила улучшение, которое вы сами не прокинете никак. И поэтому это важная штука. А до Т5 можно качать вещь самому. Допустим, можем поднять себе эффективность кровотечения. Вот, смотрите. Ставим свиток, чтобы вещь... Ну, доучил опять нестабильности. Но шанса поломки не будет. Секунда, что я интересен с хилинг? Ах, да давайте. Она все равно бесполезная. Вот, видите. Получили это 3%, увеличились. Ну, опять же, мне этот бонус не нужен. Это я просто показываю наглядно. Потому что мне нужен бонус на реген хилсов. Я себе вкачиваю игру через реген хилсов. У меня почти 300 хилсов регенится в секунду. Неплохой такой бонус. То есть, эта вот механика крафта позволяет... Эта механика крафта позволяет как раз вот и... Улучшать свои вещи. Скажу так, что эта механика крафта вам понадобится каждому. Это, наверное, самая основа в игре. Именно механика крафта. И вот покажу, что, видите, в игре можно покупать огромное количество вкладок. И не париться, потому что они довольно-таки дешевые. И я собираю сейчас все поголовно вот эти вещи. Идолы, которые есть. Ну, не знаю для чего. Просто дело в том, что сундук, он шарится на всех ваших персонажей. То есть, все, что вы вложите в сундук, может забрать другой персонаж. И, по сути, вы можете качнуть героя быстрее второго. Ладно. О, у нас крестовое задание выпало. Это хорошо. Возможно, мы перейдем на следующий портал. Если повезет. Опа. Да. Это три босса. У меня такого еще не было. Три босса в одном месте. Блин, да я сдохнуток. Ладно, банки падают, это хорошо. Надо не опасть под мастерскасты. Вот мастерскасты электрический. Ну ладно, хоть повезло, что электричество, а не яд. Хоть-то у меня все стойкость высокая. Сейчас покажу вам параметры героя. Ну, ни хрена себе! Ого. Надо не опасть на эти рычания электрические. Походу, нам очень повезло, ребят. Я в прошлый раз, чтобы пройти на следующий уровень, 27 эхо закрывал. С вами я закрыл два эхо сегодня и сразу получил крестового босса. Везуха. Кажись, мы одного босса убили. А, не, нифига, не убили мы. Еще. Так, двое есть, один остался. Ну все, я думаю, мы его убьем. Так, забираем сначала все эти бонусы. Ну что-то, я беру желтоки на самом деле так, ну, просто для галочки. А вдруг окажется вещь основная. Скажу честно, что очень важно это вообще болванку найти и не париться. Хорошую. Так. Мы уничтожили драконьи яйца. А, не, мы, ребят, еще не открыли переход на следующую локацию. Это, походу, был такой сайд-квест. Для опыта. За каждое пройденное эхо мы получаем, кстати, вот ларек. Сундучок такой, откуда падают вещи. Мы забираем эти вещи. И можно их потом продавать там, либо одевать. Там, наверное, так и смысл игры. Кстати, так заболевает ребята, которые ищут какой-то смысл в играх. Любой, в любой игре смысл. Это убить время, либо развлечь себя самым в любой игре. А цели в игре ставите вы сами. Кто-то хочет качнуть самого крутого героя. Тут уже список, я так понимаю, есть героев. Вот, видите. Там волны. Как далеко ты можешь по волнам дойти? Сейчас я расскажу, что за волны, что за проходы и прочее, прочее, прочее. А я пока просто по волнам не ходил. То есть, смотрите. Когда вы проходите вот такие вот порталы, есть шанс, что из этого сундука, вот из этого сундука, там может каждый шестой, седьмой портал, когда вы закрываете, падает специальный ключ. Вот, вот такой вот ключ. Он стоит 6,5 тысяч монет, но вы можете пойти, открыть специальный портал. И когда вы откроете там портал, там будет такая небольшая арена, она будет перемещать вас в разные места, и на вас будет нападать огромное количество мобов. И чем дольше вы продержитесь под этими атаками, тем более ценный лут вам дадут. И как раз вот через лку я показывал, такие уровни выдерживали ребята. Так, ничего хорошего нет. Тоже ничего хорошего. Сейчас покажу характеристики моего героя и вещи, которые я ношу, и как и что, почему я одеваю. Так, вот, смотрите. Давайте, я продал ненужные вещи. В общем, насколько я понимаю, в игре работает механика следующая. На данный момент я бьюсь с новыми 85-го лебела, да? Резисты в игре 75-ый... 70% это каповый резист, но за каждый уровень, как бы локация, увеличивается пробиванием мобов. То есть, грубо говоря, на 85-ом уровне мобы фигачат пробиванием 85% дополнительной стихии. То есть, по факту, чтобы иметь кап на 100-ом левеле по резистам, вам нужно иметь 175% резистов. Это чтобы вас, мобы, максимально поднять урон от стихии, от стихии, ну, чтобы вас били очень слабо. Поэтому ядом меня жестко пробивают, все остальное у меня, ну, на пределах нормы. Также в игре очень офигенная механика, которая мне нравится, потому что большинство игр нынешних, особенно таких в стиле Diablo, Path of Exile и прочих, броня защищает только от физ. урона. Но здесь сделали круче. Здесь сделали так, что броня защищает от всего вида урона, но от физ. урона она защищает 71% понижения входящего урона, а все остальные эффекты, которые наносят мгновенный урон, не физический, она поглощает 30%, то есть в два раза меньше. Выходит, что любая магия, она поглощается броней, но в два раза хуже, чем броня поглощает физ. урон. Но при этом, если это кровотечение, там, допустим, огонь и так далее, то есть урон, который постепенно наносит урон, она как бы не работает на него. Там горение, кровотечение и прочее-прочее говно тикающее не понижается броней. То есть поэтому я пока что живучий из-за брони, у меня очень много брони, кап брони 75%, если не ошибаюсь, но это не точная информация. И я поэтому чувствую себя еще неплохо. Хоть я на 10 лвов ниже, чем карта, но я себя чувствую хорошо. Итак, что касается вещей. Ну, вообще, посмотрите, какие у меня вещи. Я собираю сейчас силу. Почему именно я силу собираю? Сила имбовый параметр. Она увеличивает каждую единицу силы. 4% брони дает и плюс увеличивает урон от некоторых скиллов. Каждый скилл, он имеет же, видите, как бы, как и в ПЕшке, теги. То есть физический скилл, ближний бой, ченнелинг, это типа, который как бы кастуется непрерывно, бонус к движению и сила. То есть любой из параметров увеличивает урон от этого скилла. Выбрал я, типа, для своей атаки из скиллов основная штука это вертушка. То есть типа я вертушку прокачиваю, которая, видите, очень странно, у нее урон, допустим, 8 тысяч, начиная крутиться, увеличивается до 11 тысяч. То есть я бьюсь вертушечкой. Она не имеет никакого монокоста, потому что я прокачал все параметры против монокоста. А потом я использую ауру, я пошел в ветку паладина. У паладина есть офигенная аура, потому что она работает. То есть вы просто видите, у меня вокруг, у меня две ауры. То есть типа эрка, эта аура, она активируется из-за... Короче, когда я трачу манну, я получаю урон по хеллсам. То есть вот смотрите, я, допустим, использовал 100 манны, я получу, я так понимаю... Секунду, дайте посчитаю еще раз, как она работает. Так, в этой стойке я ношу на 70% увеличенный физический урон и войт урон. Но теряю 7% текущего здоровья, когда использую способность. И теряю 37% больше манны от эффектов манна дрейна. Ну короче, я понял, когда я юзаю скилл, у меня типа 7% хп теряется. Но учитывая, что вертушка активируется раз, видите, у меня выходит, что под вертушку эта способность офигенная. Конечно, можно сделать другую стойку выбрать. Проблема в игре сейчас на данный момент, что вот смотрите, я хотел поставить на усиление стойку. Вот как раз такую вот стойку, да? Где она? Моя стойка. Вот. Ну а, к сожалению, эта стойка сейчас... Не могу открыть ее. Короче, она не работает. Не добавили еще эффекты под стойку, и поэтому ее нельзя поставить. И это обидно. Тут есть две стойки. Есть стойка на урон и стойка на защиту. Вот смотрите. Стойка на защиту увеличивает броню, но уменьшает скорость бега и скорость атаки. Вот смотрите на бронь. Кстати, видите, я ошибался. Нету лимита вовлачения брони 70%. Я при помощи этой стойки увеличил себе броню на 78%. Так что броня must have в этой игре. Но, конечно, я не буду использовать данный билд, потому что я и так живучий. Когда будут проблемы уже с выживанием, возможно, потеряю как бы урон. Активирую стойку в ущерб урону. Так, а что касается, кого я выбрал. Я, в общем, выбрал себе паладина. Именно ветка паладина. Почему паладин, а не void, knight или first guard? Я, честно говоря, ориентировался на способности стойкости, силы и броня. Видите, тут 500 брони халявной дают. Здесь дают еще плюс пассивно, броню увеличивают. И был очень удивлен, что эта ветка, она очень сильно увеличила урон. Она капец мне апнула урон. Наверное, в раза два, а может даже больше. А то и в три. Тут также есть еще стойкость. Видите, можно резисты поднимать. Но я пока что думаю отдавать очки за 3% резиста за навык. Это как-то, ну, не очень. Будь это не elemental резисты, а все резисты я бы отдавал. А elemental резисты не очень. Короче, была еще одна проблема с выбором ветки. Вот я скажу всем ребятам, кто будет в будущем качаться. Нажимайте эту штуку, потому что я когда выбирал ветку, я думал, мне такая же штука висела на этом классе. И я думал, что все способности, которые есть в саб-классе, и, грубо говоря, когда я ориентировался, кого выбрать, за кого играть, я не видел эти бонусы. То есть, типа, мой выбор был неполноценным. Так, чё? Ладно, это я рассказал про вещи, про параметры. Давайте выгрузим вещи и пойдем дальше порталы закрывать в этой игре. Так. Ну, пояс, не знаю, с этого, на кого он рассчитан. У вороты, то есть, шанс, что потеря по уткритам уменьшен. Когда я использую зелье на 4 секунды, увеличиваю отраву, ну, разница, сопротивление против отравы, увеличиваю... Короче, когда пьешь зелье, получаешь кучу бонусов. Ну, говнище, на самом деле. И у меня пояс получше. У меня только первый параметр говно, а параметр второй и третий хороший. Я увеличиваю кучу физурона получаю от пояса. Так, поехали. Дальше. Смотрите, что еще можно сделать. Можно за деньги увеличивать сложность модификаторов, чтобы получать больше других бонусов. Ну, я пока деньги не трачу, потому что... Деньги нужны для покупки вещей у кидалы. Это раз. Ну, это такое себе. А, во-вторых, деньги нужны для того, чтобы сундуки открывать. Я пока сундуки расширяю на всякий пожарный. Я бы сказал честно, что в игре, наверное, самая важная штука это кузница. Потому что вы, на самом деле, все свои вещи будете делать через кузницу. Потому что, видите, у меня все вещи поломаны. Просто найти вещь с нужными статами тяжело. Опа. Она не поломана еще? Ну, давайте поколдуем хелтер генерейшн. Ну, сила максимум, физдомаг максимум. Воид. А, ну я понял. У меня хелтер генерейшн. Просто нету свитков, поэтому я ее не качал до конца. Ну, воид резистанс не думаю, что стоит качать. У меня и так его дофига. У меня 150 воид резистанса. На данной карте я почти под капом. Ну, почти. Ну, короче, вещи, я так понимаю, есть два варианта, когда вы улучшаете вещь. А есть первый вариант, что... Еще раз покажу вам, чтобы наглядно вы понимали, что происходит. А то я не рассказываю, вы, наверное, не понимаете, что я вообще делаю. Просто клацаю кнопочки. Так. О, хелтер ген появился. Прям выпал. Вот, смотрите. Тут есть шанс, что будет успех. 20% что я вещь как бы сломаю. Как она? Ну, сломается не полностью, исчезнет. А просто нельзя будет улучшать ее в будущем. Ну, а есть, когда у вас очень много нестабильности на вещи, появляется шанс, что вещь вообще сломается. Нормально. Так, какой у меня реген хелсов? 295. Я 300 хп регеню в секунду, прикиньте. Видите, мне хватает вполне урона и выживаемости для этой карты. Так. Ну, игрушка, на самом деле, как бы, она интересная, неплохая, я думаю, для любителей тем, кому надоело по Е, ну, или Диабл. Хотя, на самом деле, я считаю, что, наверное, из таких игр, последних, Диабл 3, это худшая, наверное, версия... Как эти гендры называются? АРПГшки или как? Так вот, наверное, худший из вариантов, потому что... Я вот в свое время, вот, недавно купил Диабл 2. И поиграл Диабл 2, ну, наиграл часов 30-40, качнул до 50-го левела. Вру, до 40-го качнул, вроде бы, 4 героя. И до 50-го еще один класс качнул. Там интересно, там огромная вариация характеристик, там интересно прокачиваться, даже несмотря на то, что игра, как бы, скажем, 2000-х годов начала. Вроде бы, 99-й или 2000-й год Диабл вышел, вторая. Так вот. Там реально интересно. Качается. Диабл 3, там на самом деле, они просто, разработчики, сделали полную дичь, в том плане, что вы просто тапаете себе сет. Вам нужно найти правильный, ну, нужный сет, а он, причем, там не куча разных сетов, там всего один сет. Ты выбираешь, находишься топовый сет и пытаешься выбить его с красной обводкой, чтобы у него статы были замакшены. И все. То есть, короче, там не так интересно. Там единственная прикольная тема, это то, что бесконечный парагон-уровень, и то, она сразу и прикольная, и не прикольная. С одной стороны, из-за этого в Диабл 3 появились боты, то, что они парагон-уровень фармят. Да, поселение, а парагон-уровень, он довольно-таки неплохо дает побосс. Усиление. Потом парик пишет, пишет, мне не Д2, не Д3, не нравится худшая серия РПГ. Ну, ты ерунду пишешь, что, типа, ну, полнейшую ерунду. Потому что, если говорить по РПГ, то, наверное, игра, которая вообще, типа, дала жанру РПГ огромный буст, и вообще люди начали создавать такие игры в этом формате, это как раз и есть Диабл. Первая и вторая. То есть, типа, Диабл 2, она на свое время просто была шедевром. Даже, скажу больше, если вы думаете, сейчас Диабл 2 никто не покупает, то вы ошибаетесь. Потому что у меня были такие даже моменты, что я когда на батлнете заходил в Диабл 2, было перегруз, скажем, то есть, типа, я стоял в очереди, чтобы попасть в мир. Ну, короче, игру очень сильно купили, очень много людей купили, потому что скоро выходит Диабло 2 переиздание. То есть, я думаю, если бы игра была неинтересная, не популярная, то Близзарды бы не сделали переиздание Диабло. Но, и плюс ко всему, ценник на Диабло 2 я отдал 15 баксов. Вот, прикиньте, конечно, очень дорого, учитывая, что игрушке уже 20 лет. Но многие люди готовы отдать такие деньги, чтобы поиграть. Кстати, вот хороший пояс для меня. Если снизу был бы не Void Damage, а броня, я бы его себе отдел. Ну, сюда, в слот. А так нет. Так, я пока эти вещи так собираю, на самом деле, можно их не собирать. Где сундук открыл, да, открыл? Давайте продадим вещи. Сапоги не очень. На самом деле, можно воровать статы с вещей, допустим, тоже через кузню. Вам нужны, допустим, модификаторы. Хейти украсть бонусы на хелсы и процентное здоровье. У вас есть шанс, когда вы разбираете вещь, что вы получите. Видите, мы получили три куска на улучшение виталити. Один на додж рейтинг и один на гибридные хп. Так, ну это... На самом деле, я думаю, оружие не найду хорошее для урона. Не скоро. У меня пушка неплохая. Так, это что? Void Resistance, манна. Кстати, неплохой шлем, особенно его последний бонус. По всей видимости, он нужен для Примолиста, как он называется. Второй класс, короче, варвар. Который может вызывать там медведей, волков и прочих. Это реально хорошая шляпа, потому что ты, когда будешь танеть врага, ты будешь получать охренительный бонус к оригену хелсов. Самое обидное, что ориген хелсов, бонус, он как бы не сильно апается у моего класса и сильно апается у класса как раз того, якобы друида. Так, поехали. Смотрите, вот заметьте, мы пока что играем с вами. У нас уже столько, полчаса стрим идет? Да, полчаса стрим идет, пока не было вообще лага в фпс. Я думаю, что если еще поиграем часик, появятся проблемы с фпсом. Надо будет перезаходить в игру, мне так кажется. Ну, вот вчера, допустим, я играл примерно 3 часа в игру. У меня на втором часу начались уже проблемы с фпс. Начал дропать он. Ну, скажем так, что игра прикольная, но какой вот минус игры еще один? Ну, вот лично мне так кажется. Вы заметьте, у всех предметов есть два префикса, два суффикса. Довольно мало. То есть, если брать тот же пас офексайл, там по 3 префикса, 3 суффикса добавляются на предметы. Плюс есть шансы там еще, ну, закинуть дополнительный суффикс или префикс через всякие осквернения и прочее, прочее, прочее. Погнали тапка дальше. Ого, ни хрена себе. Ладно. Вот видите, как я только что не боялся, стоял под рассказом, под взрывом. А на самом деле было бы там два таких, три взрыва, я бы умер. То есть, надо смотреть уже внимательно на эти взрывы, уворачиваться. Я не могу этого сделать. Этот префикс суффикс. Ну, я думаю, это редко кто играет в такие RPG игры, они знают, что это такое. Так же сама Ксена Диабл работает. Эта система еще по идее с Диабл второго появилась. Ого! 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 Так, собираем. Ну, мне кажется, что это реально вещи желтые можно даже не подбирать, как я сейчас это делаю, а по большому счету. Можно вообще с баланок начинать крафтить вещи. Опа! Это босс. Вырви глаз, называется. Биллиард эффектов накидывает. Видите, быстро порталы закрываем. То есть, порталы, они короткие. Можем пойти на, как бы, арену подраться, как долго смогу я простоять на арене. Но хотя, я не уверен, или стоит, потому что это будет очень долго, если мы начнем драться. Я в последний раз на арене сам ее покинул, потому что надоело дефаться. Да. Так, давайте. Что это у нас? Фигня. Фигня, фигня. Так, ну тут, честно говоря, должно нечего воровать по статам. Я порой на речи смотрю, чтобы статус воровать у них важный. Вот неплохая вещичка. Если бы была бы только сила, и все остальное я бы сам накидал. А видите, накинута уклонение, которое я не использую. Манна, которая мне нахрен не нужна, потому что моя вертушка, она монокоста не имеет. Я потратил кучу очков, чтобы монокост, ну, не было монокоста. Опа. Ну, хотя, блин, endurance и health. Ну, ладно, так ойси. На самом деле, кстати, тут есть даже параметры, которые апают ваши способности по уровням. Я находил пару вещей, которые нужны были мне. Но, к сожалению, я еще нашел такой интересный бах в игре. То есть, я нашел раз вещь, которая дает плюс два уровня к моей, вроде бы, вертушке. Не, не вертушке, а к рывку. Да. И в итоге у меня была раскладка такая, что у меня было вкачано 8 очков в сплинтеринг импакт, да. Я взял эту вещь, одел и качнул манную эффективность. После чего я эту вещь снял, манная эффективность осталась. Но потом я одел щит, и у меня в итоге манная эффективность осталась, а два таланта сплинтеринг импакта исчезли. Это была полная жопа. То есть, я, грубо говоря, получил бесплатное перераспределение навыков. На самом деле, я скажу так, что даже лучше, что так вышел. Потому что, на самом деле, то, что я манную эффективность понизил. Я раньше мог делать два рывка всего лишь за всю свою манную. А потом ждал, пока она восполнится. А теперь, после вот такого вот бага, у меня в итоге есть на три. Ну, то есть, даже не три, а на четыре рывка примерно хватает манны. Что, я пока на прилетаю, она восполняется, пока откат происходит. Прикольный удар щитом. Он позволяет быстро перемещаться по карте. Блин. Ладно, это я тупану. Так, а что за аура была странная? Они еще такой дебаф накладывают на меня. Вот, я люблю карты, где мобы вот так стоят далеко. Их тяжело довольно цепануть массовиками. Знаете, я так сейчас подумал, посмотрел. Это не очень-то нормально, что... Мобы? Типа ледяные находятся в пустыне. У нас пустыня вокруг, а мобы ледяные. Големы. Я не могу сделать это. Так. Это моб. Прочный. О? Неплохой алтарь. С бонусами. Единственное, наверное, что вот как бы отталкивает многих людей от этой игры, это что у нее ценник довольно большой. То есть она стоит примерно около 15 баксов. Ну, то есть, типа, довольно много, учитывая, что мультиплеера в игре еще не завезли. Она еще разрабатывается, и она как бы не финальный продукт. Так, почти дошли до босса. Конечно, вообще, можно пробегать с этих мобов и не париться, но мне опыт просто нужен. Там с боссов опыта так много не сыпят, чтобы пробегать их. Я бы хотел оружие себе еще офигенное найти. У меня пока легендарка, но такая себе неплохая. Бедные кристаллики в пустыне. Мне кажется, что я неплохо собрал билд героя. Учитывая, что я вообще, типа, урон не получаю, я тут вздохнуть почти не могу. Мне пока нравится мой билд. Не знаю, возможно, так, конечно, почти будет в любом билде, потому что это все-таки первый мой герой. Может, там, конечно, те, кто качаются в урон, но без защиты они себя чувствуют хуже. Просто у меня основные параметры это... Это, типа, броня и реген хелсов. А потом уже идут всякие, там, апы урона. Мне бы еще пару перков на увеличение ауры вертушки. Он считает, что вертушка не сильно апается. Я там нашел пару вещей на ап вертушке, ну, радиуса. Но как-то он не сильно шибко увеличил мне мой вертухан. Кстати, в игре тоже есть аутфильтры, как в этом. А по Е, ну, я, правда, не настраивал себя еще. Честно говоря, я даже не вижу смысла аутфильтров. Пока больших. О, реликвия. А, у меня такая есть уже реликвия. Тут, опять же, механика реликвии очень похожа на дроп в ПЕ-шке. То есть, типа, вот видите, эта книга, она рассчитана... Она, вроде бы, не имеет уровня. И она рассчитана на стартовые классы. То есть, типа, она будет фиговая для моего уровня. Я такую книгу уже находил. Ее можно либо выкидывать... Кстати, а можно книгу разобрать или нет? И ни разу... А, ну, давайте проверим. У меня такая книга есть, скажите. Давайте посмотрим, или есть. Если есть, я просто ее пытаюсь разобрать. А, она, походу, стоит на втором... Да, она на втором герое стоит. Ладно, пускай будет. Такая книга, вроде бы, у Прима-листа того. Так. Ну... Тут 99 урона дает только физического. Тут параметр был бы свободен на урон. Я бы закинул его. И шанс сделать крутую пушку был бы хороший. Это низкоуровневая пушка. Отстой. А, тут все, отстой был, на самом деле. Ничего полезного. Давайте закинем... Вместо крика в на это... Так, ладно, 9 стэш используем. Конечно, можно, наверное, не собирать все это говно, как я делаю. Я просто не знаю, что делать с сундуком. Так, тут все, мы забрали, да? Ну, погнали дальше. Пока что там не падает. У нас шанс... А, следующий квест будет минимум на 25 уровне портала. Нам еще 4 портала придется закрыть. До того, как мы сможем босса убить. А боссы бывают разные. Я бился раз с лагоном. Раз бился с каким-то неприятным мужиком. Мелким, но он слабый был. Ого, нифига себе, что это такое? Скелеты выпадают после убийства. Помните, в первых стримах Мован говорил, что... Как бы... Чем дальше, тем труднее играть. Тем больше хардкора вызова. На самом деле это не так. Просто надо правильно билд собрать. Вот, хотя этот огонь опасный. Он может убить. Я лучше отойду. Но это реально огонь, который он кастует от моба, он очень опасный. Я раз уже чуть не отъехал. Используя его. Надоели двуручки. Хочу одну ручку, чтобы выпала легендарная. Ни хрена себе. Но это, по идее, на билд. Через огонь. О, неплохая вещь. Ты мой изговорит. Дима, ты не прав. В ПЕ-шке доказал, что он мастер билда строения. Это да. Не, на секундочку. Давайте ради справедливости скажем так, что... В ПЕ-шке в ави билд строил я. То есть он сказал, что он хочет. А я ему просто это сделал. Так что... Как бы тут не ваван мастер билда строения. Это скорее... Я строил билд. Он просто сказал, что он хочет. Чтобы урона у него было много. У нас первые герои в ПЕ-шке. Это было просто такое троллинг в том плане, что... Знаете, как одно целое мы были сильные. Но как по отдельности мы были два бесполезных куска говна. То есть я был мега танком. То есть меня убить мобы вообще не могли. Они меня там пинали еле-еле. Я просто хожу себе под мобами. И мне плевать, короче, на них. Но при этом у меня нет урона. Я пилю мобов полчаса. Ваван наоборот. Мобов убивает взглядом. Но при этом если моб... Вавана два раза тыкнет, он его убьет. Либо раз. Так что у нас? Грубо говоря... Двух героев соединяешь в одного. У нас есть и урон, и защита. Но по одиночке мы были бесполезны. Опа. Что-то тут много молот. Еще и боссы, кажись. Не могу понять, два босса или один босс. Один босс. Так, забираем давайте все эти бонусы. О, одноручный меч. Шанс... Вылечен шанс урона... Миньонами. Эх, был бы урон не миньонами. А типа я бы сильнее бил, было бы круто. Так, увеличена скорость атаки, кстати, ближнего боя. Неплохая штукенция, но... Сама заготовка 30-го или 40-го уровня, поэтому... Бессмысленно. Да е-мое, подними ты. А, понятно. Да е-мое, походи же. Так, давайте разбираться, что нам нужно, что выкидываем. Вот, на самом деле, это щит офигенный, в плане, что у него защита есть от яда. Мне бы такой щит, наверное, одеть. Так, отстой. Отстой. Тоже отстой. Ну, ерунда. Ерунда. Так, вообще, двуручное оружие даже я не смотрю, что там за бонусы. Потому что я двуручки не ношу. А, конечно, можно сделать мне билд через двурук, но тогда я потеряю... ...свою танкованность немножко. Кстати, вот, неплохая штука, если бы еще были пслоты на усиление. Я в одной говничной. Ну, смотрите, видите? Она неплохо. Вот. У этой вещи реально убрать бы лич... ...дамедж личитес хелл, то есть воровство хеллсов от урона. Шанс заморозки, и было бы норм. Но вещь уже сама по себе готовая, поэтому ничего не сделаешь. Ладно. Тут есть, правда, несколько камней. Я все камни еще не выучил, что они делают. Этот камень ворует статы. Ну, как воруют статы? Они воруют статы. Если ты разбираешь этот предмет, там сколько было влито в него примерно усилений, этих суффиксов и префиксов, вы забираете. Есть шанс забрать либо все, либо часть от них. Эта руна, что она делает? Реролит all affix on it. А ну, давайте посмотрим. Так, у тебя какие вещи? У тебя прикольные вещи? Блин, жалко, что суффиксы нужны. А это что реролит? Все аффиксы. Аффиксы это вроде бы и левые, и правые. Фигня, короче. Убирает случайный аффикс на вещи, но добавляет нестабильность. Убирает все аффиксы с предмета. Уменьшает нестабильность на 5 или 15. Короче, полностью меняет все импликты на вещи. Не знаю, что это за импликты. Ну, короче, я думаю, давайте попытаемся случайный. Random affix. Ну, спасибо. Ты убрал самый ненужный аффикс. Продаем вещь. Попытался убрать и аффикс левый, а в итоге убрал самый сильный аффикс. Прикольно. Просто кидалово какое-то. Так, я думаю, наверное... Секунду, а что эту вещь не использую? Она же неплохо. Ее можно прапать. Давайте посмотрим. Одеваем топор. 7300 урона. Так, стой. Мне не сундук нужен, мне нужен кузни. Может, что-то закуем себе хорошее? А, так оно поломано. Наверное, на продажу ее. А тут ты тоже поломан? Нет, ты не поломан. А что у тебя за урон? 6000. А вот на самом деле, типа, по факту эти вещи можно продавать. А лучше проще сделаем. Не продадим. А разберем их. Заберем просто себе шарды, которые в них были вложены. Поехали дальше. Погнали дальше. Еще закроем. Три портала надо как минимум закрыть. Попытаемся это сделать как можно быстрее. Парень пишет, что у меня поебал варвар с луком. Варвар с луком? Ну, это какая-то дичка на самом деле. Ну, в том плане, что... Там же все бонусы лука, они находятся с правой стороны ветки. А если ты брал варвара, то он с левой стороны ветки стартует. Тебе идти до лука бонусов, капец, было далеко и нецелесообразно. Тем более, уже молчу о том, что там вроде бы нет у варвара никаких таких, скажем, родных бонусов, даже у классовых, на лук. Может, конечно, есть какой-то билд там интересный, но... Я, честно говоря, пока что не представляю, как варвар может с луком бегать. Это какая-то дичь. О, первый подфриз был. Видели? Опять подфриз был. Начинается, походу. Как раз то, о чем я говорил, что со временем, когда вы играете, начинаются подфризы. Сначала они маленькие и незаметные, но потом они все больше и больше. Пока не перезапустишь игру, по идее. Так, мы получили левел. Это хорошо. Давайте, наверное, кинем на броню. Как-то мало, честно говоря, брони дает. Ладно, хотя бы дает шанс еще уклонения от этого. От критов тоже неплохо. Даже не уклонения, а, скажем, понижения силы крита. Чтоб меня критовали слабее. Что-то синий, точнее, фиолеток столько падает. Что за бонус? Я, кстати, вообще не знаю, что в игре означает вард. Что такое вард? То есть, типа, я вот серьезно не понимаю, что за параметр вард. Я, сколько я его не смотрю, не могу найти. Ну, я понял, что такое параметр endurance. То есть, у вас, когда вы собираете параметр endurance, он уменьшает количество, я так понимаю, урона, проходящего по хелсам. И в итоге, видите, у меня, когда будет 202 хелса, весь урон, входящий по моему герою, будет уменьшен на 33%. То есть, по факту, когда вы поднимаете шкалу endurance хотя бы там на, скажем, 500, это когда у вас будет 500 хелсов, шанс урона, точнее, урон будет весь понижаться на 33%. То есть, параметр endurance, он неплох, в общем-то, его можно собирать как для танка, то есть, в ущерб брони. Там, немножко меньше брони собираешь, но добавляешь endurance. То есть, интересный параметр, я еще с ним не игрался, надо будет что-то поделать с ним. А вот что такое вард, я не знаю. Давайте посмотрим сейчас, ради интереса. Может, вы увидите, ребята, что вард вообще дает. Что я пока не знаю, что он дает. Так, короче, выкидываем все двуручные оружия, я все равно их не ношу. А продажа вещей, она немного золота дает. Так, это одна ручка. Одна ручка. Еще актеры пишут, есть пассивка в ПЕ. Урон от лука зависит не от ловкости, а от сил. А там не только в уроне от лука, там же куча приколов с точностью и прочим говнищем. То есть, там я не думаю, что благодаря одной силе ты сможешь как бы сделать более эффективного лучника в ПЕ с варвара. Там же таланты есть, допустим, в ПЕ же есть сап-классы. Ты выбираешь сап-класс себе, а у лучника там все бонусы почти на лук идут. А у варвара там бонусы либо на тотемы, либо на реген хелсов с тотемами. Либо танк, либо... не помню, кто третий. Там один тотемщик, один типа якобы танк полностью идет. А третий... вроде бы крик, если не ошибаюсь. Но я могу ошибаться, я вот не помню, кто там третий в ПЕ-шке. Так, мы пошли не туда. Too heavy, это что у нас с двуручком? Так, выкидываем всю двуручку, я вообще их... не должен даже поднимать. Помог, не убили. Эту штуку, это фестовая штука была. Вертвард реген хп или нет? Нет, реген хп он называется... Health Regen Per Second, это раз параметр на реген хп. Второй параметр Increased Health Regen. То есть типа, по факту... Первый очередной параметр это Health Regen, который плюс дает именно. У меня он на шлеме, на сапогах. А второй по очередности параметр это Increased Health Regen. Потому что, ну, он апплит. Если вы аппнете много процентов, как бы, Health Regen'а, себе Increased Health Regen'а, но не без плюсиков, то у вас в итоге суммарный Health Regen будет говнище. Так, давайте откроем сундук. Берем. Хотя Иван говорил, что музыка в игре не очень, но на самом деле музыка прикольная в игре. Не знаю, мне она как бы нравится. Надо сказать, знаете, спокойно. Ведь чем это даже напоминает, как-то... Титан Квест. Вот, реально. Титан Квест очень напоминает. Так, перчи и говно, тем более... А что дает ловкость, я вот ничего не помню. Каждая единица ловкости дает 4 уклонения и увеличивает... А, в ходу урон от скиллов, которые требуют ловкость. Ну, короче, понятно. Ну, такое себе. Сила в этом плане лучше, мне кажется. Ого, ого. Опять лечь. Вот смотрите, 100% увеличения физика урона. Это капец же мощно. Но проблема в том, что опять лечь. Вместо лечащего-другогое бы стояло, там доп. урон. Это было бы лучше. Вот, типа физ. урон. Опа. Так, я этот стат заберу. Мне он нужен на health regen, потому что это моя основа. Блин. Он не забрал тот скилл, который мне нужен был. Ладно. Ладно, это можно не париться, разбирать все. Миньон health regen бесполезная фигня для меня. У меня миньонов, как таковых, нет. Ладно. Я пока фиолетки собираюся в сундук. Знаете почему? Потому что, может, там в будущем что-то можно проворачивать по механикам с ними. Я не знаю точно. И поэтому пока их храню у себя. Это интеллект. Не мое. Так, а оранжики? На самом деле, опять какие-то слабенькие выпали. Тем более, у меня уже не были. Вот такие сапоги я уже находил. Давайте посмотрим. Опять хорошая штука выпала на реген хелсов, которая нужна мне. Но опять свой дэмэдж. Плохо. Так, шанс игнайт он хит. Поджечь врага. Интересно. ОС вообще бесполезный, на самом деле. Это для тех, кто будет яд накладывать. Так, у меня деньги есть. Я думаю, можно купить себе еще одну ячейку. Давайте купим еще одну ячейку. Блин, мы все не забрали, хотя... Наверное, можно не париться, как я это делаю. Хотя вот на самом деле, знаете, может реально синьку собирать даже выгоднее. Если есть нормальные лут-фильтры, которые там, допустим, Т5 эффекты подсвечивают, то может их собирать только. Потому что по факту можно найти и синьку хорошую, которая подойдет мне и сделать из нее офигенный желтяк. Я, конечно, никогда не смотрю на синьку, но хрен его знает. Можно и найти что-то достойное. Ладно, пошли. Ого, 27%. Нифига себе. Опыта. Сразу что это последний стрим на сегодня? А думаю нет, думаю еще один будет. Честно говоря, просто не знаю, что выбрать. Такое интересное. Так, топор двуручный не берем. На, короче, от двуручек отказываться. От еще выбираешь. А ну, давайте так, пока вот ребята мы сейчас фармим. Ну, смотрите, есть как варианты пойти в фазмофобию, есть как вариант Conqueror Blade просто поиграть в осадах, то есть, типа, там не война, ничего, а просто побегать осады. Есть вариант цивилизацию, пойти там настроить игру против 20 ботов, только без варваров, потому что, походу, варвары бегали мне геймплей. Потом есть вариант... Какой еще есть вариант? Интересный такой. А, Outrider можно самому побегать там. пока что. Павана нет? Пройти кампанию немножко. Но это такой себе вариант, потому что потом Аван будет отстающий. Вряд, закинь опрос. Не, опрос делать пока... Если кто-то хочет, пускай закажет опрос, а мне что-то делать смысла нету, потому что на самом деле... О, бляха, муха, на опрос хреново ориентироваться. С чем ты бил вообще? Так, чем этот монстр бил, что-то не понял, это было капец больно, чуть не отъехал. Очень сильно. Это реально было вообще, типа, жестяк какой-то. Кстати, а может реально сделать проще? Зачем я парюсь так сильно с броней? Я могу себе просто поднять эндюранс, выносливость, и замутить поглощение урона через выносливость. Кстати, еще был вариант... Ого! Еще был такой интересный вариант, как... Помните игра про роботов? Ого! Шлем на силу и броню. Короче, была про роботов игра, там где я, типа, собирал мех... механик роботов, короче. Игрушка. Может вам она зайдет. Так, берем еще посох. Погнали. Дальше. А значит, да сейчас не будем бить молок, потому что я смотрю, что эти великаны уже довольно долго пилятся. Может пойдем чисто на босса сразу. Я же могу пробегать спокойно молоку. Карта просто не люблю этих мобов крутящихся. Они очень долго пилятся, а понт из того, что их убиваешь, нет. Мелких еще там скелетов, которые убиваются за пару секунд, есть смысл валить. Этих я вот не уверен. так, не, ладно, убьем эту толпу, такая толпа слишком большая. Блин. Ладно, валим. О! Нет, короче, мобов, которые появляются в алтаре, перебить. Ну, здесь, ФПС падает. Видите, заметно уже ФПС падает. Так, верно, убить этих мобов, чтобы мы прошли задание. Вау-вау, что-то урон. Так, пускай они пока кровоточат. Так, а где моб последний, который крестовой был? Чего не могу понять, куда он делся. Мамы не хватает. Где-то мы моба посеяли крестового. Ну, дайгеру пройдем, а остальное пока посмотрим. Так, а почему мы квест не прошли? Мы что, не активировали, что ли, портал? Походу, мы его не активировали даже. Да, мы не активировали даже его. Я думаю, что за бред должны мобы появляться. там парень пишет, Димон план разрабов руинит. Не совсем понял, каких разрабов. Опа. Вот, вот смотрите, разрабы молодцы. Это очень хорошо, потому что я узнал, какой урон меня убил. А в чем проблема в пассив-эксайле, что ты умираешь, ты даже не понимаешь, от чего ты умираешь. Тут хотя бы написано, что мне не хватает. Мне не хватает, короче, не против урона. Офигеть, я откатил портал на два левела. На четыре левела? Вы что? Ёкарный бабай. И сколько мне нужно обратно левелов поднимать? Шесть. Обидно. Yes. Обидно. Расслабился я. Так, а что с некротиком у меня не так? Блин. А, не, ребят, максимум, сколько резист нужен, это 150. То есть максимум пробивать могут мобы 75 панетрейта и 75 у меня резиста. То есть максимум 150 брони мне нужно. Ну, не брони, а эффектов. Выше 150 поднимать не имеет смысла. Вообще никакого. Окей. Некротик урон, конечно, жестко меня завалили, но вещей пока хороших нету, чтобы подобрать их. Ерунда. Но я билд не буду, там на самом деле мой косяк был по большому счету. Да, тем более я ничего не сделаю пока не выбью лучшие вещи. Так. Отсортируем здесь. Давайте поиграем, может, укидало немножко, у нас только 57 тысяч. Конечно, по бабкам у нас мало. Давайте полетим. Я еще перенаделю навыки. А то у меня походу они не очень хорошо постоят. Сейчас будем выбирать, что лучше наделить. Вот, Гилмар, то, что ты умер от некротика не значит, что он нанес тебе наибольший урон. Наверное, из-за этого в ПЕ такую фигню не внедряют, ведь технически это совершенно плевое дело. А, нет, не из-за этого. То есть, они могли внедрить, допустим, как в доте, какой урон ты получил за последнее время от чего, и просто то есть добавить информацию, которая как бы покажет от чего ты сдох. То есть, в ПЕ в чем проблема? Что ты не понимаешь часто от чего ты умираешь. Тебя что убивает? Я такой, а что меня убило? Я что-то не понял. Ну, это бонус бесполезный, потому что мне фаер урон так и секунду. А, я понял, я без ауры. Кстати, вот смотрите, фишка. То есть, я сбросил один навык, а фаер урон мне бесполезен. То есть, ради 1% скорости бега не стоит отдавать целый навык. Вот проблема в другом. Я не знаю, куда качаться. У меня сейчас планы найти щит. Я вчера нашел офигенный щит, но там были статы говняные вторичные. Он имел 40, давал мне 48% блока. Если я взял этот навык, я потерял бы уклонение, которое, по сути, мне не нужно. И у меня щит бы получил 53% как бы блока. Это очень хорошо. То есть, я бы каждый второй удар блокировал. Так. Теперь вопрос, куда мне навык отдать. Но эта броня, на самом деле, погоду вообще не сделает. Я даже процент не получу здесь. Можно отдать виталити, но виталити дает 10 хелсов и 2 регена процента. Это тоже, то есть, типа, не густо. На самом деле, я даже не уверен, ли виталити стоит качать навык как таковой. Видите, у меня здесь прокачано 8 виталити. Ну ладно, эта виталити стоила качать, потому что он дает бонус к регену хелсов, а без него это никак. Эту штуку бесполезно качать, потому что она увеличивает эффективность блока. Эффективность блока, она офигенна только тогда, когда вы собрали хороший шанс блока. С моим шансом блока это котиков смешить. Это тоже штука неплохая, но шанс активации 5% слишком маленький, и он не апается никак. Даже не знаю. Вот там Кибзариум спрашивает, я всегда хотел спросить, есть ли у вас игра, которая запомнилась больше всего за счет своей механики, фишки и нестандартности? Наверное, Арк. Это та игра, которая в свое время была очень необычная, а по сравнению с другими играми она была просто топчик. Реально Арк офигенная игра на свое время была, там столько разных механик, то есть до Арка были выживалки вроде бы, не ошибаюсь, если не ошибаюсь, Раст был раньше. Арка, но там и близко не было того, что было в Арке. Наверное, Арк, я бы сказал. Если брать из первых игр, то Диабл второе из таких механик и так далее. Казаки первые еще в свое время запомнились тоже. Так, ну вот это хороший бонус для апа урона, но у меня вот топоры, что разве апнуть? В стаке топоров, давайте посмотрим, если я кину на топоры, сколько я получу вообще бонус? У меня 8800, а с топорами 9200. Ну, блин, нехило. Ну, это только вертушка апнется, не более. Можно, конечно, апать эту штуку для улучшения, можно даже переделать тут билд как-то. Но видите, мне нужно как-то броньку апать по стихиям, я все равно ничего не добьюсь, потому что там один навык кинул, мне нужно кинуть навыков 5. А откуда забрать бы навыки? Хороший вопрос. Ну, здесь я качнул навык только ради двух процентов блока, и все, вот этот навык. Ну, вот смотрите, давайте сейчас ради интереса, я думаю, деньги тратить можно, тут тем более такие суммы маленькие, что, ничего страшного. Смотрите, вот на мой урон 9200, да? Забираем отсюда один навык, он почти 2к стоит. Нет, 200 урона не стоит забирать. Слишком сильно просяет урон за один навык. Есть шанс совершенно ослепить врага, вот это тоже неплохой бонус. В конечном итоге я дам ослепление 30% шанса ослепления, хотя я не знаю, как работает ослепление в игре, потому что надо читать, тут есть целый список навыков и так далее, как они работают, но я не сильно шарю. Ладно, давайте сейчас пока что прыгну я на территорию антиент эра, я хочу понять, в чем фишка антиент эры. Я вот так и не понял. Расспрашивают, новые навыки сложно добывать или нет? Новые навыки? Это... не совсем понял вопрос. Ты имеешь в виду вот эти навыки, уровень. Да, качается очень тяжело, очень тяжело. Ты, наверное, можешь апнуть левел А3 героя перед тем, как капнешь левел типа умений. Тут очень много опыта нужно для того, чтобы качать их. Тем более, я не знаю, какой уровень максимальный. То есть, типа, знаю точно, что если вы как бы находите в вещах плюсики к навыкам, то они добавляются. Там максимума не будет. А вот максимальный уровень прокачки, не знаю, может 20, а может 25, а может 30, а может... Его вообще нет. Просто надо дротить. Так, ну здесь моба какие-то очень слабые. Но в чем фишка вот реально этой карты? Тут же нету никаких проходов. Ну я уже бегал по этой карте, я помню ее. Тут нету прохода никакого. Давайте посмотрим вот так. здесь тупик. Опа, я там сверху не был. Давайте ладно, вверх пойдем, посмотрим. Окей. Я там сверху не проходил, может там тупика нету, может тут реально есть целые сюжетные арки какие-то еще. Ну мы бы здесь слабые, это точно. Ну это можно собирать, все остальное можно выкидывать. Ну еще амуреты можно идолы собирать. Идолы я смотрел, они не сильно там генерятся от уровня. Так, нам сюда вроде бы идти нужно. знать еще вверх, сбегаем, посмотрим. проход, проход интересует, там что-то есть в нем или тупик. Бляха-муха, тупик. Ладно, я был надежден, что там будет проход на новые территории, на карте, но нет. Короче, не совсем я понимаю, конечно, эти разломы, до чего они сделаны. Давайте на базу полетим. Давайте пойдем на арену бесконечную подеремся. Сейчас я ключ возьму только с этого сейфа. Мне просто интересно, что бесконечная арена дает. Я ее ни разу до конца на самом деле не пробегал, то есть я ее зачастую раз, бежал на нее и скипал. Так, берем ключ. Поехали на арену. Она находится где-то здесь, если не ошибаюсь. Вот тут вроде бы. Да, это арена. Поставляем ключ. Вот, это волны арены, которые запоминаются игрой, и ты потом свою крутость показываешь. Чем больше ты волн зачистил, тем ты круче. Это, кстати, как раз одна из хенд механик. Сегодня мы показываем вам хенд механики, поэтому я думаю, это стоит тоже внимания. Да, первые волны очень легкие, они просто элементарнейшие. Видите, мобы лопаются на раз-два. Я не могу не сделать это. Пока что мы защистили пять волн. Ну, четыре волны, сейчас будет пятая. Так, пятая волна. О, голем. Так, продолжаем. Там можно увидеть и либнуть, либо продолжить. Каждые пять ловлов, или каждые десять ловлов спрашиваются. Для набора в игру перезайти, сейчас начнутся такие лаги, я чувствую. Потому что мы уже играем с вами почти полтора часа, а игрушка, как я уже говорил, чем дольше играешь, тем больше тупит. Возможно, есть какая-то утечка, то ли памяти, то ли Азушки, фиг его знает у игры. Так, ладно, ждем здесь в центре, потому что бегать за каждым, что неохота, пускай сами ко мне бегут. Так, девятая волна. Мне там, милая девка, одна сотого левела до трехсотой волны дошла. Я думаю, что я дойду до 50-ой точно. Дальше не знаю. Награды даже есть, по всей видимости. Сундуки даже, сундук доступен даже. Такие странные вот эти сундуки. Я первый раз, когда играл, я сундуки даже не разбивал, я их даже не заметил. По чесноку. Я просто думал, а какой смысл волны проходить, когда даже дропа нету сундуков. Это воид урон, он не опасен для меня. У меня воид урон, защита самая высокая против воида, пустоты. Я вижу, что урона будет не хватать в дальнейшем, потому что я мобов уже и так бью не шибко, быстро. Пока, пока легко. Я не чувствую вызова. Конечно, мы и дошли до 15-й волны. А что за огонь? Как ты его кастует? Ой, блин. Уже эти твари вышли? Это жестко. Только начали играть, а уже твари такие огненные повыходили. Так, вот эти бочки появились. Давайте вот заберем с них. Ладно, я шарды заберу и все. Пошли дальше. Пока 16-я волна. Вы прикиньте, как по времени долго идти до 300-й волны. О, опять по благам. Я боюсь, что мы сдохнем от лагов до 50-й волны. О, опять появился этот голем. А поганый огненный. Ладно, идемте к нему. Самый напряженный пока моб из тех, которые приходили сюда. Давайте отойдем, чтобы он не спалил нас. Его добило кровотечение. У меня кровотечение и огонь. А этот доп основные дэмэджи у героя. На самом деле от них урон. Самая большая часть урона это именно открыт течение и огня. Так, а бочки где? А вот бочки. Ну, здесь скипетр заберем. вот так вот. Так, 20-й левел мы уже покорили. Пока все равно мобы изредка некоторые появляются, которые неприятные, которые могут меня теоретически убить, но пока еще легко. Все равно. Думаю, еще лвлов 20 я смогу продержаться легко. Только если не появятся мобы, которые ваншотают. Опа. Ладно, что-то вот только что я увидел урон. Стало стремно. Надо проверить, что выгоднее по опыту. Проходить портал или бить вот так мобов. Может так мобов выгоднее бить по опыту? Я-то не тестировал? У нас скорпиончики. Больно. Так, что у вас скипетр? Ладно, скипетр возьму. Меч возьму. 26-я волна. Вот как вам идея с волнами на хей-энд контент? Нормальная штука или не очень? Опа, отрава. Самый опасный моб для меня. Самое смешное, что я не вижу уронов от отравы. Вроде бы моб самый опасный, а что-то... Опа, опять отрава. Так, ну лучше... Вау, началось. Вот, видите, оно все хуже и хуже. Чем дальше буду идти, тем жестче будут такие подвессоны. Пока не перезапущу игру. Полтора часа всего лишь прошло. Ну, короче, сейчас примерно играю нормально, а дальше надо перезапускать. Град Норман, пока вызов не чувствуется. Это да. Я буду считать, что это просто мой билд, пацаны. Ой, я бочки забыл разбить. Я буду считать, что это просто мой билд. Ну, я просто круто собрал героя, что поэтому вызов не чувствуется. А игра хардкорная. Хотя, на самом деле, когда я играл в ПЕшке, вот там реально вызов есть. Там как бы собрать героя нормального тяжело. Ну, если, конечно, у тебя только нету дофига сфер, за которые ты можешь купить шмотки. Я верю, что до 50-го дойду. Я думаю, даже, наверное, даже, может, Потому что я пока что не сильно увидел апмобов по уровням. То есть, типа, они, может, апы был, но пока как-то несущественно. Надо спрашивать, ли вы сегодня война за территорию. Ребята, война за территорию в Конкверре проходит во вторник и в субботу. А сегодня, насколько я знаю, воскресенье. И последние две войны они были тестовые. Короче, на самом деле, я пока разочарован в Конкверре, а именно не в игре, а в издателях, правильно сказать. Так, погнали дальше. Ративориально изи с ними щит, ботинки. О, босс! Первый босс, пацаны. Он меня пробивает, кстати, еще и неплохо. И все, ты дал 170 копеек, босс? На самом деле, мне стало печально и больно в игре, а мне все, что надо, это снять шлем, сапоги, и тело, наверное. И дальше я там буду ватой. Потому что у меня весь реген хилсов почти на шлеме, сапогах, а тело просто броню дает. Дофига. Так, мобы уже не падают с первой тычки взрыва, а уже с второго взрыва падают. Да, они стали жирнее немножечко. 40-ая волна, пацаны. Опять босс. Так, я мелочь убью, потому что босс-то не опасен, мелкий демедж от лучников и прочего может надамажить. Так, если я взорву его, опа, бабах, бабах. Икра течения, смотрите, опа, опа, опа. Видите, кратчения добивает, я даже не бил его. Так, шарды, шарды, и... Ладно, заберем эти вещи, мало места занимают. Что за вещь упала хорошая такая? Ага, намага, то есть это еще и персональная шмотка намага. Итак, мы попали на 40-го, сейчас если пройдем это 10 лвлов, это как раз 50-ка будет. Вы знаете, прикольно, что арены меняют для разнообразия, чтобы ты на одной арене здесь не умирал, но в том плане не дротил долгое время. мужики лаги. Видите, как по нарастающие все больше и больше лагает. Жесть. Пока еще играбельно. Неприятно моментами, но играбельно. Мы пока живем. 45-я волна. Видите, я 50-ку точно осилю. Погнали дальше. Блин, эти мобы они неприятные. Самое обидное, что они неприятные не потому, что, как бы, знаете, там больно много урона наносят. Нет, они очень долго пилятся. Это слишком живущие мобы. Это скорее напрягает. Опа! О, это было страшно. Не понял. У меня со льдом так все плохо? Так. Я даже банку поражал. Потому что был на грани. Стой, или умер. Тут можно было ставку делать, до какого лавла я дойду, кстати. Реально. Вот начинается вызов, я то, что я так что не упал. Это уже первые такие звоночки. причем от льда, что очень странно. Что это очень странно. У меня лед, 146 защита, почти капывая. А, я забыл сказать, у меня сейчас параметры повышаются, когда я кручусь. точно. Ну, окей, погнали дальше. Дошли до 50-го левела, давайте дальше. Сейчас побьем рекорд 300 лвлов. О, сразу босс с первого лвла, это очень странно. отрава, а вот это паршиво для меня. Понятно. Так, цветы, сдохните. Отрава, это же жестко. Так, убьем этого гада. Пускай кровоточить пока. Я уже вижу, что надо урон опать немножко. Опа! Опять не против урон. Видели? Так. Ну, эти левелы качаются неплохо. Смотрите, я уже апнул почти, я по левелу апнул на этой арене. Ну, знаете, для прокачки уровня арена лучше, чем порталы, уже однозначно. В плане, конечно, дропа, порталы лучше, там, дроп по сочинению. Попа! Я начинаю просаживаться. причем заметно. Так, давайте отдадим. это какой-то вызов, вызов, когда ты падаешь по-каде. Если падаешь по-каде, это не вызов. Я не могу. вау, вау, ну, лаги, лаги, отпустите меня по-зазу-ста. Так, ладно. Можно отрубить ауру void урона. Ну, давайте еще пачка мобов и я их взорву массовиками. И конечно у меня массовик так хорошо работает. Ой, я не там побежал. Ладно, начинаю ошибаться уже сам. Так, мне сундук не нужен пока. У меня куча свободного места. Так, меч. Давайте возьмем мой отмеч. А, двуручный топор не будем брать. 60-ый левел. 300-ый я видел, что он девка 300-ый точно брала в топе, которая. Следующая зона 100. 100-ый левел. Попытаемся взять. Я думаю, даже славу подниму. О, вот левел. Наверное, апну его когда в конце. На 70-ой волне, когда будет перерыв. Но опять эта хреновина поганая. Ладно, я троить пока я не буду. Я сейчас убью всех подсосов маленьких, а потом уже трону великана. Ой, блин, собаки, которые меня убивали. Нет, я хочу жить. полин, сколько-то эффектов. Ладно, 65-ый. Еще странная лужа такая. она очень странная по виду. О, големы, что за жесть. Прикиньте, касты мобов разбивают, даже бочки. так, давайте на 6-ом ловле пока на деление кинем. Куда бы кинуть? Я кидал, вы не помните, куда я кидал в последний раз? Вроде бы на скорость атаки, но оно не увеличит рывок. Давайте посмотрим, или скорость атаки аппетчилд раш. 15- 700 и 9-200. 9-600, 15-700. То есть, взрыв от скорости атаки вообще не увеличивается. Ну, кстати, это я знал, потому что я медленное оружие раньше использовал для взрыва. А вот вертушка затопнулась из-за скорости атаки. Крысы? Так, я буду сейчас реже смотреть чайтик, потому что, чтобы не прозевать, когда меня продамажат. Потому что я не хочу умирать, я уже дошел до 70-го ловла почти волны. Только в перерывах, когда мы оприходуем мобиков. Так, а ну, сдохните. Покемоны. Ну, пока моего урона хватает на эту волну еще, то есть, типа, нормально будет. Конечно, если бы обновить полтора раза мой урон, это вообще было бы изи, я бы вообще их шоттл. На эти кружки лучше не заходить, потому что, мне кажется, там, капец, будут демиджи. На, видели, сколько урона? Наступил кусочек, кусочек ноги наступил на зону и там филсы просто минус 200. Так, 70-й левел, волна пройдена. Так, войдет урон даже уже пробивается. Ну и карта должна быть полегче, потому что здесь не отрава, а войдет урон. Я так понимаю, что тут карты не делятся на урон. Войдет урон, я держу. Опа! Я говорил, что не хватает урона. А вот, кажется, и не хватает нифрена мне урона. А мне реально урона, кстати, не хватает уже. Причем, заметно. посмотрите на мой левел, я апнул уже одну четвертую. Кстати, я буду качаться, наверное, левел качать буду по таких вот порталах стопудово теперь. Потому что я думал, как дальше левел качать? Он так качается долго там, по часу качаешь один левел. Теперь можно в порталах минут за 30 левел брать, за 20. Здесь, конечно, будешь выживать. Хотя, заметьте, каждый раз больше бочек, вам не кажется? Конечно, лут все равно из-за этого они становятся лучше, но бочек-то больше. Поехали. Там офигенные бонусы по плюс один ко всем атрибутам. Это очень хорошо. То есть, получить сразу и виталити, и силу. Меня уже мишки пробивают даже физ уроном, что стрёмно. Так, он сдохнет от кровотечения. Ждем пока манно. Вау! Что это за урон? Так, опять. Кто меня пробивает уроном? Ничего не понимаю. Так, банки собираем. Так, это уже очень неприятно. Приходится банки жрать. Я до этого банки даже не трогал. А по виду вообще пауков будем бить. Мне кажется, это пауки. Мне кажется, это пауки реально дамажат. Они, вероятно, им всего отравой бьют и больно поэтому. Так, ладно. Прошли 80 уровней, пацаны. и девчонки. Взорвали. С такими лагами я могу и прохилку, а не успеть прожать хилку. Блин, сколько их бежит. А, лаги! Лаги. Фух. И карта другая, в этой карте еще не был. Да, блин! Я не понимаю, что происходит. Давай перезапускать игру, а то это пендра какая-то. А! Украли фпс! Так, пацаны, ну давайте без этого. Больно же. Ну все, я сейчас чувствую уже проблему. Я вижу, хилсы уходят. То есть, раньше они даже не двигались так сильно. Сейчас они уже реально уходят. Думаю, еще лавелов 10-15 я где-то сделаю ошибку и сдохну. ну или балах меня убьет. Но самая проблема это, конечно, мне нужно в любом случае поясу на урон как-то защиту от пояса на урон апать. так, бочки так кинули. Странно. Я даже сначала не понял. Так, ладно, погнали дальше. до 100-го бы добраться хотя бы. ого. Лопнули, хорошо. Опа, вот снизу ледышки они будут мне дамажить очень больно. но будет урон не опасен. Я даже могу не бояться его от ледышки, я боюсь. Не знаю, в чем дело с ледышками, почему такой урон проходит от ледышек. Ого, а это что за урон от шариков? По 200 урона за тачку. И кого они левла вообще? Ай-яй-яй, хелсы. До 90-го дотяну. Нормально. Банки пока хотя бы еще падают. Это радует. Черви. Я не думаю, что черви это опасность. Так, давайте банки, точнее бочки разобьем. Синжал заберем. Ну вот, на самом деле, мало вот для того, как мы долго проходим это. То есть, я бы реально за это время минус около 20 минут мы уже сидим в портале, подняли почти 50% опыта, но все равно мало. Блин, ну этот FPS это просто я даже не понимаю, когда бутылки пить. Еще два босса, что ли? Да, по идее, два босса. Один уже отъехал, второй сейчас отъедет. Как ты, даже не босс, это желтые мобы только. Так, не кидайте, не кидайте у меня какую-то гадость. Поганцы. А нет, это босс, кстати, козлорог. Собак, то есть, тихо, ооо, что это за раскасты. Так что, меня тут пиноккио эти бахают. Кстати, я забыл даже про этих мобов, эти мобы тоже не очень-то дружелюбные. Тоже самое, а те, которые крутятся по кругу, только еще жестче. Там планечные гадости раскидывают. фпс, вернись, вернись ко мне. Ооо, аааа, лагов нет. Ё-моё, меня не убили хотя бы, слава богу. Вот о чем я говорил, ребят, когда долго играете, такой минус в игре. Не знаю, это, говорят, что в последнем патче появилось, что до этого не было такой лажен. Но я не знаю, это правда или нет, потому что я в игру играю сам, я наиграл на нее 40 часов примерно, но играю около недели. Ооо, парни, что за дэмэдж? Ладно, прошли 95 лвов, это хорошо, до сотого бы доползти. У нас либо комп взорвется, либо нас запинают просто мобы. Так, ладно, пошли дальше. Мне, я саму даже интересно, куда смогу я доползти. Если я опнул урон хотя бы в полтора раза, у меня не будет проблем, потому что я буду мобов быстрее убивать, чем они меня. То есть, как бы, тут даже не безброним, можно обойтись, а чисто через ап урона. Здесь просто могут, они набегают толпой, я не успеваю их разбирать, вот это минус. Так, вертуханчики. Тот, сейчас смотрит от кровотечения, должен, по теории. что нифига, он не вздыхает от кровотечения. Сдохла. Пачка. Так, я пытаюсь сейчас бахнуть массовиком всю пачку, чтобы не париться. есть. Ого. Аааа. Нет. Ладно, тобой-то урон, я переживу, завоеду урона. Блин. Пауки. Это главная моя цель. Паучары опасные. Все. Соты левел, ребят, мы дошли до сотового левела, конечно, с трудом, с багами, лагами, но соты есть. Я думаю, не будем останавливаться, будем идти до тех пор, пока не умрем. Мне просто самому интересно, сколько лвелов я смогу покорить в этой игре. Ха, кто-то, кто-то, кто-то на кадры вырует. Ха-ха-ха. Майнеры, поганые. О-о-о-о-о, что-то за демедж, я не понял. Мистер Глаз. Мистер Глаз, а можно послабее дамажить? Воид. Не, это, конечно, интересно, меня убил воид урон. А воид у меня защита просто бредовая. Ну, хотя, я не знаю, это может быть Эдрак меня добил, а меня бил-то Глаз. А Глаз фиг знает, чем бьет. Ладно, сотый левел, ребят, мы взяли сотый левел и отъехали. Давайте посмотрим. Может, надо было уходить? Так, а как это посмотреть? Кнопочка L, вроде бы, да? 600 левел, 600 левел? А, понятно. 600 левел, ребят, волна. Я слабак вообще. Ну, ладно, там, пацаны, сотовый левел, мне еще, конечно, 28 левелов поднять и шмотки новые получить, поэтому у нас еще есть куда расти. Так, продаем вещи. Меня заплевал Мишка в конце добил. Не хватило моих параметров. Так, смотрим. Щит говнище, доспех, говнище, щит говнище, 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 то же самое. Такое же отстой. Ладно. Ну, видите, вещи не пофармить здесь. Потому что вещи падают отстойные. Тут никак не заколдовать вещи нормальные, ничего не сделать. Ну, точка точно для фарма опыта, но не для фарма вещей, потому что тут вещи вы не выбьете. ничего достойного. Так, а петухов этих поставим, наверное, на схорон. Сюда петушка одну. Так, сделаем проще вот так. Это ерунда на оглушение, на оглушение. На самом деле можно сделать проще. Если я возьму молот, я могу сделать билд через оглушение. Если я буду крутиться и глушить врагов всех как бы станами, то шансы, что они приобретут мне дэмэдж под станом, ну, как бы меньше. Там половину будет стане, половину будет дамажить и будет проще выживать. Но опять же, тогда я урон потеряю, потому что все молоты, они меньше урона прописывают, чем топоры там и мечи. Зато имеют эффект стана дополнительный. Ладно, что я думаю, ребятки, наверное, давайте там на этой ноте мы закончим игру властепоч. Я вроде бы вам рассказал, что такое хай-энд-контент. Вы посмотрели на те фишки, которые я открыл в хай-энд-контенте. Что касается силы, как усилить героя, это мне нужно закрывать сейчас эти порталы, получать бонусы типа регенерации и так далее, потому что по факту если тут написано правда, что я отрегенил всего лишь мощность 32 из максимальной, это по теории максимум может быть это где-то в районе 230 или 240 там даже может регена выпасть. Если такой бонус выпает, будет хорошо, потому что я туда буду регенить намного больше хелсов. Но я думаю, что следующий этап мне нужно апать виталити и апать максимальное количество хелсов, потому что на данный момент урон так так сильно бьет, что мне этих хелсов просто банально не хватает. Мы с вами не прощаемся, минут ребят 15, может перерыва 20, делать так и увидимся в следующем стриме. Что будет за стрим, я не знаю, вы пишите в комментариях, что вы хотели бы увидеть на канале там или Цивилку, или что-то еще, и я уже посмотрю, как бы сам выберу и плюс ваши комменты тоже повлияют на этот выбор, потому что если там будет много комментариев, что хотим цивилизацию, либо там хотим пасфексайл, или хотим майнкрафт, но майнкрафта не будет, конечно, но они могут решить, какую игру мы в следующую будем играть. А вы, кстати, не забывайте проловиться, ставить лайки и подписываться на канал.